В этом видео я расскажу вам, где пропадал, что случилось с каналом, а также поделюсь планами на будущее. Итак, вы наверное еще помните, что я жил в селе, где с интернетом, если не полная жопа, то хотя бы наполовину. Я пробовал грузить видео через USB провод от телефона, сначала через мегафон, а потом перешел на Тинькофф Мобайл, где если и не было безлимита, то хотя бы скорость была более или менее лучше и стабильнее. Тинькофф Мобайл, если кто-то еще не знал, базируется на операторе Теледва, а у них у нас самый сильный сигнал. Ты что, с ума сошел? Грузил, грузил, копил, копил, и по советам ребят решил я, значит, купить комплект для беспроводного интернета с усилителем сотового сигнала. Накопил я, значит, 8 тысяч рублей и решил взять... Да, скорость стала гораздо выше, но о стабильности сигнала не могло быть и речи. Скорость прыгала, как кенгуру. То до 30 мегабит в секунду, что не могло не радовать, то до 1 мегабита в секунду, вгоняя в депрессию. Тем не менее, загружать видео стало значительно лучше и быстрее. С проводным интернетом за год я не смог ничего сделать и, пообщавшись с другими людьми, понял, что еще не скоро что-то решится. Да уж, эти чиновники. Вроде как все было хорошо, и я привык уже к прыгающей скорости, которая хотя бы позволяет загрузить большое видео за день или даже раньше. До этого я мог неделю грузить видео размером в 15 или 20 гигов, и под конец могло просто выдать какую-нибудь ошибку, и приходилось начинать все сначала. Нихуя себе! Это меня нереально бесило и раздражало, но я не останавливался и продолжал топить дальше. В начале сентября я задумался о переезде в другой город, где смогу реализовать гораздо больше затей, да и зима в Пермском крае, если честно, в маленьком деревянном доме, который стоит почти на земле, как-то мало соблазняла остаться. Я в прошлом году еще ощутил морозы в 45 градусов в полной мере, не покидая печь день и ночь, подбрасывая в нее дрова, и при этом все равно продолжая мерзнуть. Такая своеобразная романтика мне быстро наскучила и уже не приносила никакого удовольствия. Поэтому 10 сентября я переехал в Калугу, где живу теперь в общежитии за 3000 рублей. С интернетом сейчас решаю вопрос, но пока раздаю все так же через телефон. И к тому же, в этом году 7 сентября мне пришло не очень приятное уведомление от ютуба. С этого дня меня лишили монетизации, потому что ютубу, видите ли, не нравится, что кто-то делает подборки музыки, несмотря на разрешение правообладателей. Бред какой-то. Всякий трэш можно монетизировать, а подборку музыки нельзя. Хотя это и занимает гораздо больше времени, чем мемы на одну минуту с вырезанным с хромакея каким-то там богатырем или другим персонажем. Да, ютуб конечно странный, но делать было нечего. Нельзя? Так нельзя. Чтобы появился хотя бы шанс вернуться на монетизацию, мне сейчас нужно делать много авторского контента, а в худшем случае еще и удалить все подборки, чего бы мне крайне не хотелось делать. Если уж так и произойдет, то я постараюсь их загрузить куда-нибудь в другое место, где вы смогли бы ими пользоваться и дальше. Об этом я сообщу позднее. На этом же канале я постараюсь сейчас сделать видео на смежные тематики, рассказывая об оптимизации видео и канала, о разных полезных для блогеров и стримерах сайтах и другом. Поэтому подписывайтесь, если еще не подписаны и обязательно жмякните на колокольчик, чтобы получать все уведомления и не пропустить новые ролики.